Новые хвостатые девчонки приюта и тающая надежда о воде в городе. Давайте начнем о новеньких кошачьих домашнего мини-приюта 9 жизней. Наша новенькая мартышка с Азовского моря. Девчуля уже кажется своя в доску для нашей компании. Она очень стройная и молоденькая девочка. Сама утонченность и грация. Встретились на лавочке у магазина. Говорит волонтер Влада. Волонтер просто не могла поверить, что она бездомная. Внешне молодая девчушка. Фенотип шотландской веслоухой. Ей явно нужен второй шанс и какая-то достойная жизнь. Но ведь не гожа же такой красотки скитаться по улицам. Это о новых девчонках приюта. А теперь плавно переходим к следующему вопросу. Тоже очень больному для приюта вода. На днях был подписан указ главой республики о том, что жители ДНР могут не платить за воду до конца этого года. Но как-то веет от этого приказа безнадегой. Читайте между срок. У кого сейчас воды нет, ее не будет и дальше. А абоненты, у кого нарушений в системе нет, а есть вообще такие, будут платить и дальше, цитирую, так как качество услуги не изменилось. То есть вода раз в 3, 5, 7 дней. Это новая донецкая норма получается. Хочу сообщить, что фактически все наши приюты попадают в те самые нерадужные районы без воды. И за что можно было бы вообще платить, так как с марта этого года по известной всем причине в крайней ни капли. А если каким-то чудом ее и давали, счет совсем не на кубометры идет, а так на литры по счетчику. Вода это что-то на довоенном сейчас Донецке. Кончились хорошие времена, говорит волонтер Влада. А у меня на закупку воды каждый день по 2000 рублей уходит только на попить для животных. Сколько мы еще придерживаемся без генеральной уборки, говорит хозяйка домашнего мини-приюта собаки Симашка. Марина, верю, тоже покупать приходится. По 10 дней и больше нет воды. С уборкой вообще весело. У нас блохи сейчас повылазили, не могу вывезти. Они это преподносят как хорошую новость, но дума, что так, они подготавливают воды. Нет и не будет, держитесь. Отопительный сезон же, как с ним быть, говорит девушка. У нас на поселке сказали, что отопление не ждите, говорит засимашка Марина Абельдяева. У нас воды нет уже 4 месяца и не капает. Вот света не было двое суток. Сказали, воды не будет до весны 2023 года. А там, кто его знает, дальше как. Подключается к разговору волонтер Елена Лысенко. Кисюся. Такая красивая. Такая серьезная. Такая красивая. Такая íния. Продолжение следует...